Анализ экономической ситуации требует сейчас от экспертов особенной аккуратности. Инфляция, превышающая 20%, заметно искажает ситуацию. На первый взгляд Департамент статистики сообщил, что в августе экспорт товаров из Эстонии увеличился на 20%. Что же вызывает не ликование, а насторожность экономистов? Секрет в том, что мы продаем меньше, но просто цены на экспорт выросли на 26%, а в этом мало хорошего. Это означает, что реальный объем экспортируемых товаров не вырос, а продолжил падение. К тому же в первые два месяца третьего квартала падение усилилось. Уменьшается и доля эстонских товаров в общем объеме экспорта. Если смотреть на экспорт товаров в общем в Эстонии, то в текущих ценах рост его по-прежнему большой. Но если теперь из него вычесть инфляцию, а цены растут быстро, то по реальному объему, то есть в постоянных ценах, мы видим падение. Если же говорить об экспорте товаров эстонского происхождения, то даже его рост в текущих ценах заметно замедлился, а по объему падения очень заметно. Если говорить об импорте, то по понятным причинам на 55% уменьшился импорт из России. Если еще в июле он составлял 9% в общей доле, то теперь лишь 4,6%. В целом импорт в текущих ценах вырос. В Эстонии импорт всегда превышал экспорт, значительный дефицит, в большой мере компенсировался экспортом услуг. Сейчас, однако, проблема заключается в том, что в среднем цена импортируемых товаров растет быстрее, чем экспортируемых. То есть торговые условия для импорта и для экспорта для эстонских предприятий ухудшаются. В последние месяцы перспективы эстонских предприятий в отношении экспорта, их оценки на объемы экспортных заказов становятся все пессимистичнее. Если сюда добавить оценки чувства уверенности предпринимателей в Европе и в еврозоне, то они указывают на уменьшение внешнего спроса. Можно сказать, что ситуация в третьем квартале стала хуже, а в четвертом, скорее всего, станет еще хуже, что касается экспортных возможностей. Все же недавний опрос предпринимателей показал, что хотя они не столь оптимистичны, как год назад, конъюнктура не кажется им столь безнадежной. Ожидания даже выше, чем в 2019 году, хотя тогда еще экономическая ситуация не казалась чрезмерно тревожной. К тому же в бизнесе изменились и предпочтения. Хотя производительность нашей промышленности оставляет по-прежнему желать лучшего, бизнес готов с этим мириться, считая главным сейчас налаженное производство и отработанные логистические схемы. А еще слухи о том, что якобы предприниматели собираются переводить предприятия из Эстонии в другие места, пока ничем не подтверждаются. Михаил Владиславлев, Петер Улевайн, Новости Таллина.